я тебя унижал, но у тебя в ходу прикольно едет, прикольнее чем у него и всем привет я уже с вами поговорил про мою новую тачку и сегодня настал день ее тестов и что у нас сегодня по плану мы заедем на стенд, посмотрим как ее нашли, а второй мы поедем заедем с гтшкой с гольфом со стоковым полностью и с леоном фр настоящий один на s12 проверим что как и кстати вот она моя малышка поехали ее тестировать что парни погнали значит нас уже ждут ребята из тест моторс я вам по дороге немножечко расскажу о том что у нас есть я уже покатался на ней уже порядка месяца и есть нюансы которые мне не нравятся в ней вообще просто ну никак первое это то что ну первое это минус то что чтобы выключить стабилизацию здесь нет отдельной кнопки и приходится выключать там в экране то есть ты заходишь там в экран и переключаешь ее это первое второе она сама постоянно переключать передачу ну просто вот абсолютно всегда то есть она тебе не дает вообще никого то есть тебе где-то надо на первой передаче например сделать хороший старт там не знаю там резину прогреть еще что-нибудь ты нажимаешь она начинает крутить и потом бах резко вторую ты поехал например тоже джемпе у меня такого не было и это было круто потому что ты становишься на светофоре например с кем-то там газуешь она буксует 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 пока ты там не дернулся и потом тоже когда тебе надо как-то уже начал чувствовать что нормально набираешь скорость закупку берешь уже переключаются типики дача и ты уже когда тоже нормально чего это уже и переключаешь здесь же такого нету второе да вообще машина если честно бездушная почему потому что здесь нету изначально в мануале от этих репостков или выхо это просто но ты едешь в обычных автомат на такая бездушная езда машин вообще нет никакой души на постоянно сама переключается что-то там сама делает это так мне не нравится просто ну никак и нет возможности как ты же даже ммке там просто щелкнуть передачу и сразу перейти в ручной режим и полностью контролировать автомобиль, вот это минус, прям вообще такой минус, потому что вот это вот нету души, и они почему-то именно в этой версии взяли, они ставили эти лепестки в базе, как в том же даже ГТИ вообще, и даже возьмем, ладно возьмем предыдущую МК-2, у них у всех были лепестки, не важно там это была Ибица, в смысле Ибица и ФР, Ибица там Купра или это был там Сион, там даже фритреки и том были, стояли, фритрек понимаете, такой этот минивенчик маленький, в нем и то были лепестки, здесь же почему-то не убрали, почему вы лишаете людей этого, я просто не понимаю, это такой минус космический, прям нереально, ну и поэтому, когда ты уже переходишь в такой автоматический режим, тебе добавляют души, потому что ты хотя бы что-то можешь контролировать, при торможении ты можешь там прыгать на пониженную вот передачу и готовиться, второй момент это то, что в режиме вот М у нас там, как в МК, там то, что у нас там был, например, режим спорт и даже в режиме этом у тебя был спорт, плюс выключение стабилизации, здесь у нас один режим и это тоже мне как бы не нравится, есть вопросы касаемо там переключений, потом вот мы разгоняемся и она сама переключается, то есть, но она сама решила, когда я переключиться, она сама переключилась, а если я там хочу, не знаю, там подолбиться в отсечки, не знаю, еду, например, на трагичное не выйду, мне надо будет в каком-то там промежутке, да, переключение достаточно быстрое, но вот где-то там мои обороты, они до поворота, они там будут вообще там буквально переключение плюс поворот, мне надо будет переключиться на повышенную, тут уже будет поворот, мне надо будет переключаться на пониженную, соответственно, некоторые пилоты берут и просто используют там, долбятся в отсечки и потом проходят участок, а дальше уже переключаются, здесь такой у нас функции нет, она сама переключится, это минус, ну и третья, она конечно, ну слабенькая, пока то, что есть, мне очень не хватает, да, есть какая-то динамика разгона, но я на тот гайф, удивляю эту тему, в другом, да, приятная машинка, дешевая, расход мало, если там в эко ездить, вообще-то у меня электро 8 получается, потому что она уже подшитая, сейчас мы поедем, мы узнаем, что у нас, вот мы уже подъезжаем, что у нас там, покажет по данным на стенде и поговорим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, короче, померили машинку и едем сейчас обратно, готовиться к сегодняшним вечерним заездам, ну что могу сказать, показала 260 лошадиных сил, блин, это, конечно, температура была за бортом 31 градус, поэтому, возможно, из-за этого такие цифры невнятные, непонятные, это, конечно, вопрос такой достаточно открытый, что нашили, это при том, что здесь видеотирает нарушает мото есть вот такой тонкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сил ну не знаю не знаю потом посмотрим что у нас получится так что вопрос открыт к сами прошивки будем перешивать и посмотрим что будет вообще у нас этим автомобилем касаемо второго вот на с 12 человек получил 237 или 247 сил и сразу дается вопрос у него это на оригинальном downpipe с 12 он говорит блин давай заедем заехать и проверить вот мы проверим как едет эти две машинки сравним ну что интересно он говорит возможно у меня там на downpipe и выйдет там тоже там под сил 250 260 если там сопли отшить и такой типа сразу становится вопрос блин чё за херня почему у меня 260 сил такой конечно интересный момент звук приятно работает так вот ух ты еще взял чуть не выехала женщина за рулем хулиганит а так вот так что вот именно касаемо мощностей очень такой спорный вопрос ну ладно хрен с ним погнали проверим и живут вечером но погнали проверим вообще что у нас как она будет ехать на этой прошивки с стоковым гольф гтм 210 лошадиных сил и 247 сильным уфером интересно но потом будем дальше я уже прошивать подкидывать турбины узнавать вообще что мы можем нормально получить годная с этого 18 мотора а потом вообще нахрен клюнем на все скинем cgx и посмотрим что она вообще может поработаем над коробкой может поколдует мы поменяем да и будет интерес я на что-то наехал и было неприятный звук так что погнали дальше то что он говорил по касаемо отстройки тормозов то еще заезжая на парковку надо притормозить она непонятно так цепляет что я вот такой педали что просто вот я боюсь чтобы между откликом на тормоз и тем что я останавливаюсь я просто боюсь что я ставлю бампер где-нибудь блин вообще вот сейчас на бордюре и вообще поеду такой с натюниной тачки оборотная скорость она наоборот начинает какой-то более такой закус демонстрировать такой более агрессивный и соответственно ты такой едешь и думаешь да блин что нахрен такое вообще происходит в общем надо колдовать над тормозами такой момент очень очень спорный очень открыт ладно вроде бампер остался погнали дальше короче сейчас узнаем как нашили русские эту машину как нашили белорусские на с 12 машину и как едет по сравнению гольф стоковый gti в 210 сил с этой машиной готов? давай как я вам и говорил она просто просирает передачу если буксует то сразу же выключается следующее да конечно среди таких лайтовых машин не знаю почему он не хочет ехать на третий сигнал ну в общем-то мне наванговали сил 300 только что в разговоре сейчас проверим со стоковой gti и очень такой момент интересный врум-врум выезжаем вообще просто ухожу от него как от стоячего этого щегла сток gti просто ам-ам-ам делает так весело пока еще тачки эти обсосные у нас я типа лидер очень конечно весело сейчас еще заедем с ним с ролла посмотрим хотя что уже тут проверять ну короче если у вас еще дом пайпина из 20 вот этих вот стоковых пацанов можете гасить вообще как детишек как орешки правда я думаю все меняется как только он прошьется но пока что выпендриваться можно типа я крутой сейчас погоним дальше сейчас поедем с 60 с ним заедем еще с роллона сейчас посмотрим я его догоню или нет он чуть раньше поехал ну все я вот начинаю хавать его ну и что? ну и что ты скажешь? просто скушал, что он поехал первый читер! ну в общем что в принципе все это доказать но мне все равно было интересно потому что мы эти машины будем еще прошивать и посмотрим что будет потом то есть пока такой просто тест тест драйв как это до до всех там прошивок до всего но в общем то было интересно прикольно сейчас проверим как едет гольф гт и против 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 гольф гт и сток против 12 турбины на чипе на сток даун пайпе на сток даун пайпе на сток даун пайпе только это на чипе и там по 237 или 240 сил я тебя унижал но у тебя в ходу прикольно едет прикольнее чем у него у тебя вино вот с это что такие того что мы подводим первые итоги вообще нашей поездки проехали посмотрели какие делаем результаты те 260 сил которые показал стенд в 31 градусную жару возможно были не 260 сил в 30 градусную жару возможно там больше первый момент второй момент что интересно ес-12 место проигрывает гольфу gti но при этом в ходу она просто уничтожает ну вот вам результат на стоковом даунпайпе из 240 или сколько там сил показывал еще добавлю что касается именно с 20 на даунпайпе ну как видите она вот в таком конфиге ес-12 без него она просто уничтожает что интересно еще в нем как появится даунпайп еще он подошьется и мы еще раз проверим что касается гтшки ну тоже все еще будут впереди так что теперь вы знаете как едут машины и с 218 с 1218 и сток полный full 100 гтшка так что следим дальше и будем смотреть что у нас будет получаться выставок мы сами подошьем эту машинку и потом проверим еще то же самое с гтшкой да и вообще будет много чего интересного и возможно еще это нам доведется еще поднаджать в общем всем спасибо до следующей недели пока